Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео на моем канале. Канале, где я регулярно опубликую видео про криптовалюту. И если криптовалюта это то, что тебе интересно, почему бы не подписаться на канал, если ты еще не подписан? Сегодня мы поговорим много о чем. О Панкейке, о Кримфинансе, Эфириуме, Биткоине, Дифай, о Бинансе и Тесле. И обо всем остальном. Если ты держишь эти криптовалюты, которые я только что перечислил, да и остальные тоже, ты явно не захочешь пропустить этот ролик. Этот бычий цикл только начинается, и у нас все еще есть множество возможностей в криптовалюте. Итак, анализ биткоина предполагает, что 60 тысяч долларов это еще не пик, а активность продаж при этом снижается. Изучая все эти графики, мы понимаем, что сегодняшняя ситуация вообще не напоминает стадию, когда пик уже найден. Под конец бычьих рынков мы видим, как долгосрочные холдеры, так называемые умные деньги, изо всей силы разгружались на розницу, которая наоборот переходила в состояние эйфории, покупая и покупая, толкая цену в последний параболический рывок перед началом медвечьего рынка. Мы сейчас и близко не подошли к такой же истории, даже наоборот, что является хорошим признаком того, что бычий рынок еще не закончен. То же самое в своем анализе рассказывает и Рафаэль Шульц. Он показал график CoinDays Destroyed для биткоина. Это индикатор экономической активности сети, напрямую связанный с транзакциями. Исходя из него, мы можем увидеть, насколько активны те или иные монеты на разных кошельках. Если активность растет, это значит, что именно долгосрочные холдеры начинают продавать свои монеты. Как видно на графике, в предыдущие разы, когда биткоин достигал очередного пика своей цены, этот график взлетал. Здесь, здесь, здесь и здесь абсолютно одна и та же ситуация. Однако сейчас он находится практически у своих низов, что означает, что бычий рынок все еще не закончен. И что биткоин все еще не достиг пика. План B, создатель известной модели биткоина Stock-to-Flow Ratio, у себя в Твиттере опубликовал график этой модели вместе с двумя индикаторами. 200-дневный средний скользящий и Realized Metric. Он подытоживает, что оба они показывают, что бычий рынок биткоина еще далек от завершения. И биткоина, и криптовалюты, соответственно. Поэтому биткоин, похоже, в скором времени снова выстрелит. Так же, как и Эфириум, который недавно установил новый исторический рекорд в 2200 долларов. Эфириум ныне оброс позитивным нарративом вокруг себя. Люди думают, что он это будущее децентрализованных финансов и будущее интернета версии 3.0. И действительно, количество залоченных эфиров в DeFi протоколах достигло 10,5 миллионов токенов. Это очень здорово влияет на цену эфира, который из-за этих залоченных токенов неожиданно уменьшается в своем предложении. Кроме того, сами DeFi протоколы, да и NFT токены служат очень неплохим подспорьем в привлечении новых людей в мир криптовалют. Например, Марк Кубан пишет у себя в Твиттере следующую новость. Баскетбольный клуб Mavs проводит первый учебный день, посвященный NFT. И готов отчеканить свой первый NFT. Мы говорим не только про спортсменов, но и про знаменитости, про создателей контента и других людей, которые приходят в NFT. Так или иначе, каждый из них, приходя в NFT, обнаружит необходимость связываться и с криптовалютой. Это просто неизбежно. И во многих случаях им придется в первую очередь работать именно с эфиром. Например, есть такая виртуальная среда, как Sandbox. Она построена именно на эфириуме. Кстати говоря, он сейчас очень неплохо взлетел, как раз таки из-за хайпа NFT. В пике он стоил 87 центов. Помню, как в ноябре прошлого года я покупал его всего лишь за 4. У меня даже видео есть на канале об этом. Вот по такой цене я его и брал. И до сих пор не продавал. Как, впрочем, и все остальные токены из этого видео. Ни один я еще до сих пор не продал. Да, на пике он дал 22 икса. Сейчас около 17. Но я не жалуюсь. 17 иксов это тоже неплохо. Хорошие новости и для Sandbox, кстати говоря, есть. Братья Уинклвес завладели виртуальной недвижимостью в мета-вселенной NFT Sandbox. Что же общего между братьями Уинклвес и группой Avenged Sevenfold? Теперь они являются соседями в виртуальном мире Sandbox. Sandbox продала внутриигровые земли ряду известных инвесторов. Владельцы могут разрабатывать и монетизировать свой собственный интерактивный опыт в грядущей игре на основе эфириума. Опять же, это хорошо влияет на эфириум. Да и на Sandbox тоже. Поэтому я думаю, но это не финансовый совет, конечно же, что Sandbox в ближайшее время будет двигаться в сторону одного доллара. Мне кажется, NFT хайп еще не подошел к пику. Поэтому есть еще шанс войти в него. Судя по тому, как начинают просыпаться разные спортсмены и известные люди, чтобы создавать свои собственные NFT, которые фанаты обязательно купят. Так что NFT будет большим рынком. Очень большим. И об этом говорит следующая новость тоже. Тета-нетворк и World Poker Tour запускают торговую площадку NFT. Приблизительно 140 миллионов зрителей World Poker Tour смогут принять участие в розыгрыше NFT в реальном времени после запуска этой площадки. Премьера 18 сезона World Poker Tour состоится 18 апреля. Каждый год аудитория сезона растет и сейчас достигает 140 миллионов человек. Организаторы говорят, мы рады познакомить нашу аудиторию и знаменитостей с миром NFT. Запуск NFT-площадки совместно с Тета-нетворкс – это одна из наших крупнейших инициатив по цифровизации на сегодняшний день. Если что, ребята, Тета-нетворк – это быстро растущий блокчейн. Стоимость майнинга NFT и комиссионных сборов в сети Тета составляет всего 0.00001 доллара. Это очень мало, как ты понимаешь. Кроме этого, его транзакции в 100 раз быстрее, чем транзакции Эфириума. Также Тета работает на алгоритме Proof of Stake, на который Эфириум до сих пор не может перейти. Хотя уже несколько лет подряд обещает это сделать. Все эти преимущества перед Эфиром делают Тета-нетворк более дружелюбный для экологии, климата, электроэнергии и ресурсов. Давай перейдем к еще одной очень интересной криптоотрасли. NFT – это круто, хайпово, но DeFi не девается никуда тоже. Хоть и некоторые уже почему-то списали их со счетов. Но посмотри сам, DeFi только растет и растет. На данный момент в нем уже почти 52 миллиарда долларов. Я думаю, что децентрализованные финансы станут частью нашего будущего. Безусловно, в той или иной форме. Но давай сейчас поговорим о таком DeFi протоколе, как Кримфинанс. Он скоро будет у всех на слуху после того, как объявил о поддержке экспресс-кредитов и выхода на рынок кроссчейн-кредитования между разными блокчейнами. Также они объявили, что теперь являются частью DeFi Voltron. Что такое DeFi Voltron? DeFi Voltron – это самая интересная вещь, происходящая в мире децентрализованных финансов. Это такой супер-робот, обеспечивающий автоматизацию процессов в DeFi. В его распоряжении интерфейс для институционалов, страхование, стимулы, кредитование и многое другое. В сегодняшнем пресс-релизе Кримфинанс объявила о новой функции. Они рассказали о своей новой платформе межпротокольного кредитования, предназначенной для мгновенных расчетов. Как мы видим, разные протоколы в DeFi пространстве работают над тем, чтобы различные сервисы, например, банкинг, страхование или кредитование, все то, что уже существует в традиционном финансовом мире, наконец появилось и в мире децентрализованных финансов. Конечно, мы точно не знаем, какие протоколы выживут и будут свести, но есть люди, которые уверены, что это будет нашим будущим. Это, я имею в виду, децентрализованные финансы. Кримфинанс хочет стать чем-то вроде DeFi аналога индустрии корпоративных кредитов. Кто-то критикует такую идею, и в принципе их можно понять. Но дело в том, что эта ниша в DeFi до сих пор считается экзотической, и наверняка, кто будет в ней одним из первых, тот и преуспеет. Когда я смотрю на график в Кримфинанс, мне кажется, что он вполне себе может дорасти до 400 долларов в обозримом будущем. Хочу также отметить, что индустрия, в которую он метит, весит 10 триллионов долларов. Учитывая то, что в циркуляции на данный момент всего 616 тысяч токенов, а капитализация всего лишь 90 миллионов долларов, мне кажется, что в будущем этот токен может вполне стоить тысячи долларов. Если его капитализация вырастет до миллиарда долларов, то цена его токена составит около 1600 долларов. Лично для меня это выглядит очень перспективно. И новости, и токеномика выглядят очень хорошо. Также не стоит забывать о том, что DeFi пространство растет каждый божий день. Посмотри на этот график. Конечно, каждый из этих протоколов несет в себе и риски. Не нужно об этом забывать. Наша задача найти среди этих всех проектов те самые, которые выживут в будущем и наградят тех, кто был одним из первых их инвесторов. Теперь я хочу поговорить про PancakeSwap, который помогает мне на пассиве зарабатывать некоторую сумму денег каждый месяц. Pancake обошел Uniswap по объему торгов в какой-то момент. Это было впервые за всю его историю. Посмотрим, как и получится ли у Uniswap версии 3.0 изменить эту историю, пишет Камила Руссо. Когда я купил PancakeSwap, он был на 45-м месте. Сейчас же он поднялся уже до 37-го. Думаю, это еще не конец для его восхождения. И, наконец, последняя новость на сегодня очень быча для всего криптовалютного пространства. Криптовалютная биржа Binance анонсировала запуск торговли токенизированными акциями публичных компаний. Мы токенизируем коллекционные предметы, кредиты, недвижимость, теперь еще и фондовый рынок. Первыми в списке стали акции Теслы. Сервис, где можно будет купить токенизированные акции фондовых компаний, называется Binance Stock Tokens. Он будет предоставлять и возможность торговли акциями и выплаты дивидендов. Расчет акций будет осуществляться к стейблкоину от Binance под названием BUSD. Это очень-очень горячие новости для популяризации криптопространства. Дело в том, что многие жалуются на ограничения законников, на мошенничество нечестных брокеров и так далее. Бывает реально сложно купить акции любой компании, но токенизация этих акций позволит покупать их любому человеку в любой точке на этой планете. Соответственно, такой человек не будет иметь выбора, кроме как познакомиться с криптовалютами поближе. Похоже, нас ожидают еще более безумные движения криптовалюты впереди, особенно среди DeFi протоколов и NFT токенов. Там происходят действительно шумные события, которые привлекают и привлекут к себе много внимания. Несомненно, какая-то часть этого внимания также обратится и к эфиру. Так что, судя по всему, вершины этого бычьего цикла мы еще не достигли. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу и согласен ли ты с такими умозаключениями. А меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Для меня это всегда приятно, каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok